МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это выбрано голосованием тагильчан. Инициатива жителей поддержана губернатором Свердловской области Евгением Куйбышевым. Конкурс на возведение памятного знака будет объявлен отдельно, после подготовки проектно-сметной документации и экспертизы. Подрядчик планирует начать работу 15 февраля. Первый этап – это расчистка участка под строительство, демонтаж всех стационарных и нестационарных конструкций, дорожного покрытия, бордюров. Пока полностью перекрывать движение транспорта не планируется. Сейчас специалисты Управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила совместно с гософтной инспекцией прорабатывают наиболее удобные схемы перераспределения транспортных потоков. Подведены итоги традиционного городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление 2022» среди предприятий потребительского рынка. Церемонию награждения победителей и призеров провел первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. Хотелось бы вам сказать огромные слова благодарности от главы города Владислава Юрьевича Пинаева. Надеемся, уверены, что и наш юбилейный год, юбилейный для Нижнего Тагила, вы также активно будете принимать участие в его украшении. Торговый комплекс, руководителем которого является Евгений Сабиров, стал обладателем диплома за второе место в номинации «Новогодний сюрприз» среди предприятий стационарной торговли. Такой оценкой проделанной работы коллектив, не первый раз участвующий в конкурсе, удовлетворен. Весь коллектив торгового комплекса трудится на то, чтобы клиент помимо обычных покупок еще поднимал настроение при посещении нашего торгового комплекса. Поэтому было очень много приложено креатива сотрудников, было разработано очень много инсталляций для поднятия настроения украшения торгового комплекса. Ну и, естественно, множество товаров, скидок, предложений интересных. Всего 24 организации из всех трех районов оценивались еще в четырех номинациях. Торговые центры, предприятия общественного питания, потребительских услуг и нестационарные торговые объекты. По словам организаторов, принятие окончательного решения далось непросто. Были определены критерии, была выбрана комиссия. В первую очередь, конечно, обращали на креативность, на новшество, на украшения, тематика новогодняя, самое главное. Они все объезжали, рассматривали все предложения, которые нам представили районные администрации, и лучшие из лучших были выбраны. Отмечено, благодаря конкурсу, город в новогодние праздники действительно выглядел ярче. Подобная практика, безусловно, будет продолжена, а все изменения постараются направить на повышение интереса участников. В Свердловской области стартовал прием заявок на конкурс по присвоению общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Указ о его учреждении в октябре прошлого года подписал глава региона Евгений Куйвышев. Статуса могут быть удостоенные географические объекты, исторические события, достижения науки, культуры, спорта, традиционные мероприятия, коллективы и организации, формирующие положительный образ края, выделяющие среди других территорий. Среди первых претендентов – знаменитая Ирбитская ярмарка, прославленная волейбольная команда «Уралочка», известный детский писатель Владислав Крапивин. Заявку можно подать на сайте общественной палаты Свердловской области до 30 мая. Открытые голосования по выбору объектов, которым будет присвоен статус «Достояние Среднего Урала», начнется 1 августа и завершится 1 октября. Церемония официального подведения итогов и вручения дипломов будет проводиться ежегодно 17 января в день образования Свердловской области. Подайте что-нибудь в конце концов. Я сострадание у вас прошу, а не подачки. Вот опять же, захочется – откажись. Вот давай, это как бы, это по-хорошему, понимаешь, мы же должны в них нравственное какое-то чувство возбудить. Вот ужалим их, да, пусть задумаются. Старуха-предсказательница пробирается сквозь народ с просьбой о хлебе, но краюху, которую берегла для себя, ей отдаст юная соль. Та самая опера Александра Грина. Ей старуха поведает о суженном, который приплывет за девушкой под алыми парусами в город, где все считают ее немного сумасшедшей. Тебе я погадаю, я всякое могу, я знаю ворожбу. Мне страшно. У-у-у, не верю. Что страшно в гадании? Фигня. А вдруг она сейчас тебе скажет, что тебе жить три дня, и ты умрешь? Мне страшно. Это вот мне тоже не верю. Колебайся. Хочется, но колется. На сцене нового молодежного идут репетиции спектакля про Ассоли Грея. Но вместо Эрля, прорицавшего главной героиней любовь всей жизни в шутку, который есть в оригинальной повести Грина, здесь юродивая старуха. Она появилась благодаря режиссеру и автору пьесы «Алые паруса» Алексею Тишуре. Для московского постановщика было важно добавить в историю тему пророчества и предопределения. К знакам надо прислушиваться, говорит Алексей. А вторая причина замены персонажа банальна. Мужчин в труппе театра не так много, а написан материал специально для молодежного. И роль старухи писалась специально под Елену Агееву. И тагильскому зрителю режиссер Тишура предлагает взглянуть на всем знакомую повесть немного под другим углом. Пусть это нахально прозвучит, но мне кажется, что есть всеобщее заблуждение. То есть всеобщее заблуждение, которое состоит в том, что «Алые паруса» — это не история про любовь, это история про мечту. Про мечту, про надежду. И знаете, понятно, что читатель не обязан погружаться в историю, знать эпоху про автора. Но все-таки «Алые паруса» написаны в период величайших потрясений в России. Это революция. И у любого человека, который сталкивается с этим, возникает вопрос. А Грин, он был такой безнадежный романтик, что он оторвался от реальности и все равно писал что-то? Или же он, например, пытался как-то сохранить человеческое в этом безумии? То есть я пришел ко второму выводу. Мечта и надежда — то, что всегда с людьми на протяжении всей человеческой истории. И потому повесть «Феерия Грина» будет интересна всегда, говорит автор спектакля. Эта вечная тема будет раскрыта в отличной от оригинального текста форме. Реплики зарифмованы в сюжете, скрыты элементы детектива и неожиданные повороты. Когда я начал писать инстанировку, у меня возник, ну такой не то чтобы страх, у меня возникло сомнение, чтобы мы не потонули в быту. То есть просторечное выражение. Мне хотелось эту историю немножко возвысить. Плюс это одно. Во-вторых, все-таки отличие поэтического текста от прозаического — это наибольшая концентрация мысли. То есть поэзия — это концентрированная мысль, в ней гораздо более емко и содержание. В репертуаре молодежного театра это первый спектакль со стихотворным текстом. Для актрисы Елены Агеевой тоже. Мы первую неделю репетиций знакомились с текстом, потому что он очень сложный. Я, честно говоря, впервые работаю с таким текстом. И если в прозаическом тексте можно как-то схитрить и что-то своими словами сказать, то тут не получится. Здесь нужно его полностью знать, потому что нужно держать стихотворный ритм, мысль и эмоции, соответственно, образ и характер. Над образом и характером усиленно трудится и исполнительница роли Ассоль Анна Павлова. Правда, сложности у нее в другом. Не возникает ли внутреннего какого-то дискомфорта, когда ты играешь восьмилетнего ребенка? Мы, конечно, сделали возраст постарше, примерно 14 лет. И у меня есть с этим пока некие трудности, потому что дети безгранично верят в то, что им предлагают, и игру принимают в должной мере. Поэтому у меня есть некие затыки в актерском плане. Но стараюсь отпускать, действительно вспоминать, что такое детство. Познакомиться с этой версией «Алых парусов» можно будет даже раньше, чем состоится премьера. Она назначена на 12 марта. А за месяц до нее состоится авторская читка пьесы, где Алексей Тишура прочитает самые интересные части и пообщается со зрителем. Принять участие в традиционном вечернем походе с фонариками «Тагильский светлячок» приглашают Центр развития туризма и Клуб туристов «Азимут». Традиционное мероприятие состоится 5 февраля уже в девятый раз. Сбор всех желающих с 18 часов до половины седьмого по адресу Вагульская, 60. Нынешний поход посвящен 300-летнему юбилею Нижнего Тагила, который отмечается в этом году. Маршрут проложен по старым улицам города. Это, как обычно, позволит ближе познакомиться с его историей, а также перспективами развития. Конечная точка – парк «Народный», где будут организованы игровые площадки. КОНЕЦ